всем привет дорогие друзья ну что ж как вы уже поняли мы с вами продолжаем гулять по uniqlo и сегодня в примерках у нас будут свитера кашемир шерсть этот свитер мы берем с собой в примерочную немножко покажу вам обзор так сказать свитеров и всяких шерстяных изделий а попозже будут примерки в этом же самом видео поэтому далеко не уходите много шерсти много кашемира есть и синтетика цены разные разные расцветки вот сейчас вам покажу понемножку давайте будем смотреть что я нашла есть вот такие вот кардиганы мы в примерочных не взяли потому что не знаю как бы я по-моему уже примеряла что-то подобное мне они не очень нравятся если честно они есть разных цветов есть бежевые есть серые есть такие серомолочные в общем короче очень базовые цвета эти кардиганы я уже примеряла поэтому тоже в примерочную мы их не берем много очень красивых разноцветных свитеров красивых в основном своими цветами фасон очень обычный базовый но есть очень красивые цвета которые мы тоже возьмем в примерочную вот показываю вам какие есть цвета это шерстяные свитера чистая шерсть по по моему 50-60 долларов я сейчас не вижу но я их беру в примерочные мы вам мы с вами их рассмотрим поподробнее они есть вот такие с круглым горлом и есть с горлом повыше вот эти вот свитера мы тоже их примеряем я тоже их взяла с собой кое-что вышло на распродажу вот по 30 долларов жилеты и свитера и такой вязки в косичку вот такой свитер красный точно я примеряла уже в одном из моих предыдущих блогов а вот этот жилет я вас взяла с собой в примерочную он есть двух цветах белый и синий и кашемировые свитера по 160 долларов очень дорого я считаю но есть то что есть тоже много разных цветов есть яркие есть базовые цвета серые черные бежевые такой желтоватый потом есть красный и зеленый я взяла такой травянистый зеленый мы тоже идем его с вами примерять ну что ж друзья сегодня мы в юникло меряем свитера я принесла вот целую вот такую вот кошелку потому что я хотела померить разные всякие свитера я принесла кашемировый свитер я принесла шестяные свитера жилет обычно не шестяные свитера вот у них сейчас большой довольно давайте будем примерять я наверное кашемира оставлю напоследок как бы вишенка на торте а давайте будем примерять так первый свитер у нас базовый прибазовый самый что ни на есть база они есть серые и вот такие вот бежево-коричневые это размер медиум как вы видите он вполне такой хотели все почти взяла ларч потому что казалось что они очень маленькие вот этот вот медиум и он вполне себе такого нормального размера как всегда кто-то море за стенкой не обращайте внимание давайте сфокусируемся значит он обыкновенный свитер мне нравится его фактура и серый цвет довольно темный почти черный поэтому я взяла этот такой скучный обычный свитер нормальной обычной длины хорошей ширины это медиум состав у него не не особенно у них вам только 8 процентов шерсти и я хочу сказать что я не понимаю их ценовой политики потому что у них чисто шестяной свитер можно купить за 50 долларов и свитер который абсолютно синтетически тоже можно купить мне абсолютно 8 процентов шерсти тоже можно купить за 50 долларов я не понимаю в чем дело как они так оценивают это все но вот во всяком случае вот такая вот у них система так давайте его сниму и мы рассмотрим что к чему у меня без вешалок сегодня поэтому будем и без без скамеечки я поэтому будем рассматривать вот так значит видите стоит он 50 долларов видим размер состав его 63 полиэстер 29 акрил 8 процентов шерсти так как я и сказала ну он такой пушистый он не колючий у него такая вот хорошая горловина не очень высокая принципе хороший свитер обычный очень обычный базовый свитер его можно украсить украшениями его нужно украсить какой-нибудь симпатичной юбкой на него можно надеть красивый пояс он заиграет совершенно по-другому так это свитер и шерстяной вы знаете мы любовь к разным цветам у меня действительно здесь все очень красиво и очень разноцветно и на мне сейчас тоже такой желтого оранжевый свитер это размер large и все равно мне не хватает в нем длины и все равно мне чего-то мне не хватает вот я хочу сказать я люблю юниклоевские свитера в эти я вытащу хотя бы свои бусы чтобы было повеселее вот так я люблю свитера юникло за качество но мне не нравится их пособие значит вот это ларчик он довольно широкий но посмотрите на эту длину не туда не сюда вернее так такой свитер хорошо носит с юбкой если бы на мне была сейчас юбка какая-нибудь такая знаете в бельевом стиле под атласную то надевший сверху этот свитер вот это было выглядело хорошо с брюками тем более на мне скинни в общем-то джинсы видите это выглядит так себе не очень то есть либо надо размер еще на размер больше тогда он будет длиннее вот этот кстати он длиннее он такой более длинный более толстый а этот вот такой вот такой вот длины не под брюки вернее если под брюки то не под скинни и вот не модно сейчас такая длина вот какая-то не актуальная длина но это база и это юниклои не по всегда делает базовые вещи единственное чем они как сказать отличаются это качеством я имею ткани и цветами их очень яркие цвета про качество я имею ввиду что вот у нас канаде например за 50 долларов шерстной свитер я даже не знаю где еще можно купить реально не знаю вот это единственное место так ну что ж видите размер large 50 долларов и сто процентов шерсть и вот тут написано что это премиальная шерсть 19 с половиной микрон шерстяных ниток значит он экстра софт то есть экстра мягкий и очень способный задерживать тепло но это корявый перевод но в принципе он действительно очень мягкий он очень приятный очень приятный он не колется он не чешется он прекрасно сделал его прекрасно можно обыграть я уверена что можно обыграть даже в современном современном и модно из него можно сделать модный современный свитер просто надо знать чем выносить с моими черными скинни джинсами он выглядит не очень вернее он выглядит актуально так скажем не трендово не актуально а так принципе хорошо так еще один шерстяной свитер на сей раз горло тоже очень красиво цвета нереально прям вот нравится этот цвет вот этот желтый немножко такой под вопросом а вот этот цвет мне очень нравится этот прям такой красивый очень кстати похож на цветная кофта розовый но не слишком розовый не баблгам розовый а такой пич это ну как персиковый правильно потому что у меня у меня такая старая роза на кофте пыльная роза старая это такой очень красивый цвет и вот тоже самое длина вот такая вот это тоже ларч и длина опять же не под скинни джинсы а под какие-то под какую-то юбку или под какие-то другие брюки вот мне кажется что если бы у меня были какие-то брюки такие широкие знаете свободные брюки то можно было бы наверное его даже ничего заправить и широкими брюками вот классно но не со скинни джинсы даже широкими джинсами на работе хорошо но как бы вот на и горло горло высокая прям высокая но не душная не узкая такое узкая а вполне такое знаете ну в общем где можно дышать можно немножко можно завернуть еще раз вот еще лучше мне кажется вот кто не любит высокие вот можно так носить тоже помимо ну как это ручка он не прямой здесь на прямой долго а эти все таки суженый книг так что тут у нас 50 долларов тоже размер лавар 100 процентов шерсть и цвет цвет называется пинку розовый роза вот такой вот симпатичный тоже мягкий тоже приятные но вот это тоньше не кажется немножко это такой более плотнее чуть-чуть ведь они все разные только фасоном что есть горло или нет горла они и по качеству как-то чуть-чуть отличаются вот тут был там написано что он там сколько-то сколько-то тоже 19 с половиной микро то же самое видимо такой же немножко по ощущениям этот немножко уплотнение но в принципе так нормально так это свитер не шерстяной но он тоже стоит 50 долларов и он совсем другого фасона он это тоже размер large и как вы видите он пошире посвобольнее такой но тоже немножко короткий мне бы хотелось чтобы он был чуть-чуть подлиннее ну вот хотя бы так вот хотя бы вот так чтобы ну для меня лично вот у меня вот здесь вот проблемные зоны как я сказала в каком-то своем прошлом видео уши спаниеля мне девочка написала уши спаниеля это в другом месте это правда уши спаниеля это совсем другое место а вот эти называются тоже какие-то уши кого не помню напишите мне девочки вот вылетела из головы я среду из паниеля спаниеля это другой так короче прикрыть вот эти вот места вот здесь вот такой вот чуть-чуть было бы лучше а то он какой-то и широкий и длинные широкие рукава хотя он тоже ларч вы видите что у них ларч они все разного размера цвет красивый есть много разных цветов цвет более красиво в жизни чем на видео такой сиреневый очень классный хороший цвет но не шерсть нет шерсти так 50 долларов размер large акрил найлон восемь процентов шерсти мягкий приятный видите у него такой немножко приподнятое горло то есть у него не горло высокая а такой чуть-чуть приподнятое что удобно волосы мои и да и вот он такой немножко тоже он такой немножко меланжевый знаете не чисто сиреневый а такой цвет немножко сбила но все красивый цвет хорош такого приятного качества очень приятный на ощупь супер но если покупать за 50 долларов так вот шерстом утром вы знаете мне реально нравится этот жилет они есть вот такие и есть синие с белым ну здесь отделкой и сбилась хорошо что у меня есть карбашка длинная что у меня еще примерить он не прям реально нравится он сейчас на селе он стоит 40 долларов сейчас он стоит 30 и вот эти вот свитера такие были я в прошлом своем одном видео примеряла красный свитер кейбл называется у нас какие-то вязка с косами похож на этот они тоже сейчас на селе красные синие но жилет этот мне реально нравится как он сидит как это ларш тоже как он выглядит он прикольный тем более что сейчас очень модно вот такой прекрасный стат и в общем-то мне прям так нравится я может подожду еще немножко чтобы они чуть-чуть подешевели и может быть подумаю над одним потому что он прям реально класс просто класс такой знаете его можно с каким-то плаватим с рубашкой с такой с джинсами да с чем угодно можно с каким-то свитером тонким не сносить но с рубашкой очень нравится да вот такой вот жилетик на продаже значит он здесь написано что он 40 долларов он сейчас 30 стоит небольшая небольшой сын совсем небольшой и он сделан из 60 процентов лобка 40 процентов акрит 60 процентов лобка это совсем неплохо этого размер ларша примеряла вот вот так он сделан видите здесь отделка отделка внизу симпатичный мне нравится вполне даже очень ну и наконец кашемиры 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 значит тоже размер ларш как вы видите вот он такой тоже базовый очень красочек прямой не длинный не широкий это тоже ларш и он совсем небольшой я кстати посмотрю это женский иску и это юнисекс потому что мне чуть кажется что у них они сейчас вот эти кашемиры они вот такой свитер я специально набрала разные вот такие цвета девочки потому что ну что видео было живее и веселее ну что начну все примерять серые бежевые коричневые черные ну это скучно но цвета есть все вот эти кашемировые есть абсолютно все цвета более яркие есть прям базовые такие серые серые молочные черные в общем все и есть вот такие вот немножко пожилее вот такой травяной зелененький кашемировый свитер мне кажется что то они с ценой немножко перегнули как-то так 160 долларов стопроцентный кашемир что тут есть какие-то надписи сделаны в вьетнаме в общем какой-то японской технологии что такое не будем сейчас не будем сейчас особенно углубляться в это свитер кашемировый свитер приятный на ощупь неплохой хорошо такой сделанный свитер нам хочу сказать 160 долларов у нас по-моему раньше можно было купить за 160 долларов кашемировый свитер намного более дорогой магазин чем мини-клоп и как бы поэтому немножко меня это смущает эта идея еще такой цены знаете ли как-то не особенно тем больше мне казалось они были 120 ну в общем кстати что написано мужской женский женский да то есть это не мужской женский мне кажется что мужские были дешевле женские были дорогие мужские были подешевле и поэтому их уже купили уже не хотела я принять мужской кашемир вот реально не нашла в магазине ни одного свитера может я просто не нашла и плохо искала так ну что девочки вот такие на сегодня были примерки свитер кузне клой я постаралась найти самые интересные такие самые по-моему те что у них продукт у них есть еще разные всякие но они стараюсь не делать видео не было очень длинным может на следующий раз я еще что-нибудь найду если будет вообще новых вещей в магазине мало но цветера появились а вот что платят какие-то у них на веб-сайте онлайн очень многое платья инессы между прочим вот этой вот их коллаборации смс долл фризаж есть очень симпатичное платье кстати на селе без продажи есть красивые шерстяные платья вот такие как свитера длинные ничего этого нету в магазине и все это на селе по-моему сейчас в магазине в общем примерять нечего кстати есть что купить и что на что посмотреть но я же хочу применять для вас я могу конечно заказать у них кстати очень неудобный возврат не бесплатный возврат у них нужно посылать возврат если покупаете не подходит надо посылать возврат за деньги плюс если это айтем на вещь на селе то там тоже какие-то ограничения вообще не знаю если можно сдать или там финансы или можно принести в магазин и обменять на что-то но деньги вам не заплатить назад нужно просто на что-то обменять в общем короче очень заморочена с с возвратом я не я покупала на никогда ничего не возвращала как так случилось что мне все подходило и поэтому я не знала я вот стал ковыряться написать и стала смотреть и поняла что у них большие большие запутки вообще с возвратом ну вот у нас канаде все на сегодня все люблю целую всем привет с канады очень-очень буду благодарна если вы досмотрите это видео до конца и поставьте лайк и подпишитесь на мой канал это очень важно если вы подписывайтесь во время видео тогда эти продвигает это видео ну естественно любой блогер хочет чтобы канал его подвигался вот это все я должна была сказать самом начале но я забыла поэтому говорю сейчас все всем пока